Это еще новая мясорубка, типа Мариупольской, или Бахматской, или Солидарской. Не знаю, сколько еще лет, и кровью зальемся в том числе и собственной. За 4 месяца кровопролитных боев России все же удалось захватить Авдеевку. Все это время российская армия утюжила город авиабомбами, била его из артиллерии, поэтому в конечном счете России достались лишь бесполезные обгоревшие руины. Очередной труп очередного украинского города, над которым они с гордостью водрузили свой флаг. Картина, как видим, очень символична. В этом видео просто вот вся суть русского мира. Прийти, все разрушить, уничтожить, поубивать и изгнать всех жителей, и потом на крышу вот таких вот разбитых домов, где больше нет людей, гордо устанавливать свое знамя. Просто такое вот торжество варварства и разрушения. Авдеевку атаковали с невероятным остервенением. Не считаясь ни с какими потерями, поскольку к выборам Путина России срочно была нужна хоть какая-нибудь, хотя бы формальная и символическая победа. И ценой больших потерь эту формальную победу добыть смогли. Теперь вся российская кремлевская пропаганда ликует и подает взятие Авдеевки, как какой-то невероятный успех, как будто взяли не Авдеевку, а по меньшей мере Сталинград. Но эту радость разделяют не все. Наиболее вменяемые российские военблогеры и военные откровенно пишут, что победа в Авдеевке является первой, потому что Россия, она обошлась слишком дорогой ценой. Ценой очень больших и неоправданных потерь. При этом украинская армия не была ни разгромлена, ни окружена и смогла организованно отойти на заранее подготовленные позиции. Например, соратник Игоря Гиркина, российский писатель-имперец Максим Калашников, прямо признает, что ситуация на фронте тупиковая, поскольку вслед за взятием Авдеевки России снова придется брать очередные оборонные рубежи, хорошо укрепленные позиции, точно так же придется штурмовать и штурмовать их в лоб, платить за это снова и снова огромными потерями. И так практически бесконечно. И людей у России на это просто не хватит. Не забывайте, что за Авдеевкой следующие оборонительные рубежи. Это с одной стороны Северний, Славянск, Краматорск. То есть это опять же страшные уличные бои, в случае чего многомесячные. Это еще новая мясорубка типа Мариупольской или Бахмутской, или Солидарской. Калашников признает, что такими темпами России придется воевать еще годами. И она просто захлебнется кровью, поскольку армия Шойгу умеет только в лобовые штурмы, которые обходятся российской армией очень дорогой ценой. На фронте официальная военная машина одержать, решить проблемы не сможет. Мы будем эти города брать один за другим, не знаю, сколько еще лет, и кровью зальемся, в том числе и собственно. Они втягивают Российскую Федерацию в тяжелые бои, вот такие тяжелые-тяжелые бои, при котором они и будут наносить вот такие диверсионно-террористические удары по тыловым целям. Не радуется и российский военный Андрей Морозов с позывным Мурс, который воюет против Украины на Донбассе еще с 2014 года. В своем телеграм-канале он опубликовал огромные цифры потерь, которые Россия понесла под Авдеевкой. По его данным, только с октября 2023 года безвозвратные потери России только под Авдеевкой составили более 16 тысяч человек. Это больше, чем за 10 лет в Афганистане и больше, чем в любой из чеченских войн. Сырский умело вытащил из котла Авдеевки, которую брали долго и с трудом, даже ту небольшую часть украинских войск, которые еще можно было там прищемить. С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники. И противник, проведя оборонительное сражение и понеся в самом лучшем для нас случае безвозвратными потери в 5-7 тысяч за это же время, это уже моя примерная оценка, а не какие-то известные данные, говорит «до свидания» и валит на новые заранее подготовленные позиции. Вдумайтесь, только за 4 месяца российская армия потеряла под Авдеевкой 16 тысяч человек. И к этой цифре можно смело добавить те потери, которые российская армия несла с февраля 2022 года, потому что и раньше они Авдеевку тоже атаковали. И там точно можно смело приплюсовать несколько тысяч человек. То есть в общей сложности Россия заплатила за Авдеевку 20 тысячами своих военных. Это примерно схожая цифра с тем, что Пригожин называл по Бахмуту. И в конечном счете, что Россия получила? Руины небольшого украинского городка. Абсолютно бесполезные мертвые руины, где совершенно не осталось никаких людей. При этом россияне, опять же, сами, как мы видим тут, признают, что потери украинской стороны раза в три меньше. А в реальности, на самом деле, соотношение потерь еще большее в сторону Украины, потому что они, конечно, там свои потери преуменьшают. Вот он пишет там про 300 единиц бронетехники, а на самом деле установлено, что там около 600. Это только то, что зафиксировано. То есть, на самом деле, соотношение потерь еще колеблется в сторону Украины. Россия многократно больше потратила людей и ресурсов. И уж точно не таких побед ожидали российские патриоты. Не так они ожидали и представляли себе свое триумфальное шествие по Украине. Что мы сейчас видим? Что вот эти обезумевшие российские генералы, не считаясь ни с какими потерями, просто сейчас гонят массово российских военных на убой, чтобы Путину к выборам обеспечить хоть какие-то победы. Никого они не жалеют, свою живую силу. И поэтому получается вот такое безумие. То есть, получают они только выжженную землю, развалины. При этом понятно, что в таком темпе бесконечно дальше продвигаться российская армия не может. Она просто сточится. И то, что мы видим в Авдеевке, это еще одно важное напоминание о том, насколько необходимы плотные такие серьезные капитально-оборонительные сооружения. Потому что мы видим, что Россия бьется об них в лоб. Российская армия стачивается. Соотношение потерь очень сильно в пользу Украины. И, соответственно, таким образом, конечно, наступательный порыв России закончится. Ее солдаты просто закончатся. Они будут бесконечно биться лбом в эти укрепления. Они, в конце концов, просто откажутся идти вперед, потому что, ну, если каждый солдат будет знать, что он точно погибнет, что за одним укрепленным забетонированной там линией обороны будет следующая, которую он точно не переживет, ну, как бы это просто все застопорится. Но Россия не сможет бесконечно так расходовать людей и технику. Ее ресурсы больше, чем у Украины. Но они точно не бесконечны. Подписывайтесь на канал, друзья, и обязательно ставьте лайк или комментарий к этому видео, чтобы оно получило больше охват и больше людей узнали о том, что сейчас в реальности происходит на Донбассе.